Кто написал заявление в полицию о несанкционированном мероприятии? Есть же, наверное, все-таки разница между митингом, да, и одно дело, если бы мы собрались где-то на пяти углах, развивнули какие-то плакаты, выказывали какие-то лозунги политического, экономического, социального характера, ведь этого ничего не было, и сотрудники милиции, которые присутствовали на этом собрании, они не выказали никаких претензий ни ко мне, ни к людям, которые туда пришли. Господин Ложенков в Рио на тот момент, главой города, написал заявление на меня в полицию. Дело не в сумме, дело в данном случае в прецеденте. То есть я, собственник, хотел собраться со своими соседями, собрался и был за это наказан. То есть нам тут же надавали по рукам. Но тогда скажите государству, тогда скажите честно, да, пусть тот же Ложенков, там, пусть министерство ЖКХ, например, скажет, ребята, ни в коем случае не собирайтесь, мы все за вас сами решим. Вот как в моем случае, я приехал из отпуска, и оказалось, что моим домом руководит какая-то другая управляющая компания. Более того, моя подпись оказалась поддельной. То есть мне ее показали, да, действительно, там стоит, например, на протоколе моя подпись, ну, естественно, липовая, там, кто-то левой рукой рисовал ее. То есть подделали все подписи, очевидно, просто, ну, это на поверхности. Но компания за один месяц умудрилась 200 домов переписать. Конечно же, не было никаких собраний. Конечно же, все это делалось в каком-то кабинете. Кто-то сел и просто левой рукой начал поднять.